Это 8 мероприятий было? 8 мероприятий, да? Назовите какие мероприятия. Эти мероприятия, они все были в рамках фестиваля Мечелыми. Фестиваль спортивных национальных культуры, населения народов России, фестиваль национальных культурств и небольшой семьи едины, неделя национальных культурных традиций, традиция хранительного умножающего фестивала, фестиваль национальных, международный фестиваль еды и музыки, салям. Просто было несколько локаций. Одно мероприятие и несколько локаций. За это называется одно мероприятие, а не 8 мероприятий. В рамках фестиваля. Почему? Наверное, могут там быть. Нет, основное мероприятие, потому что фестиваль была не обязательна, что они едят. Мы их подготовительные мероприятия, мы их учитываем тоже. В том числе, там, проходил у нас опрос, тестировали. Ты тоже у нас... Ну, пусть тестировали, это не мероприятие. Ну, вот именно, как целевые показатели данной программы. То есть, 8 мероприятий. Основное мероприятие это фестиваль еды. Одно. Одно, то есть, один. Ну, мы же, мы будем... Ну, вы спросили, основное мероприятие, как это фестиваль? Те не помните. Всем, всем, да? Как я бы сказал, я еще раз говорил, проходил опрос тестирования молодежи. Это не мероприятие, дорогие. Ну, это учитываем, как мероприятие. Это не мероприятие, неправильно выучили. Понимаете, мероприятие, это где побывали наши назаровцы, получили определенный эффект от этого мероприятия. Достигнуты цели мероприятия. А опрос, анкетирование, это же не мероприятие. Ну, там мероприятие, наверное, были, праздник урожая, и что-то было. Там же есть, у нас с удовольствием. Так, может, мы вместе отчет составим за отдел? Ну, если первое, у вас, может быть, что-то появится? Есть наставники. Еще какие вопросы, пожелания? Ну, вы знаете, еще пожелания, ну, да, конечно, нужно помогать. Ну, я вообще считаю, что это очень много вопросов на комиссию выставлено. Ну, вы представляете, это по каждому вопросу нужно доклад сделать, и доклад, ну, мы же понимаем, что эти доклады зарабатывают, в том плане, что информация не полностью. Ну, даже, допустим, количество людей, проживающих, вот у меня даже, у нас есть у Назарово, сколько проживает? 49 тысяч человек, 45 даже, да. А 22 тысяч человек, у нас, если мальчиков, занимаются спортом. Да такого не может быть. Ну, и все-таки я по статистике тоже хотела вот немного уточнить, если 13 тысяч у нас в молодежи, Стандина, у нас обучающихся не дошкольники, а школьного возраста, 5-7 тысяч. А, 5 тысяч, 780. 5 тысяч, ну, пусть 700, это почти 6 тысяч. То есть, получается, остальные, это все граждане Назаровцы от 18 до 35, подожди, школьников мы там посчитали, и то 18-летних немного захватывают иногда в 11-м классе. 7 тысяч, значит, 7 тысяч, остальные средний возраст. Остальные средний возраст, 7 тысяч. Там 10 лет, где 10 лет? Ну, подождите, вот подождите, я про показатели возвращаюсь. Если мы сейчас посмотрели, что вот в этих показателях удельный вес, это 200-300 человек, еще бы посмотреть возрастную категорию, я прямо уверена, что это во многом школьники. То есть, получается, остальные 7 тысяч с лишним вообще никак не охватывают. Программа для молодежи города Назарова, а у нас охват вот этот вот, ну, мало того, что непонятен, и более того, подозрение от того, что это больше школьники. А вот 7 тысяч молодежи у нас, ну, вот с трудом, наверное, охвачены, или никак. Есть прямые участники мероприятий, есть косвенные участники мероприятий. Если мы являемся зрителями мероприятий, мы являемся косвенными участниками. Мы тоже участники, да? Ну, это тоже. Это я, я бываю на всех мероприятиях. Да, да, к примеру, к примеру, к примеру, ну, вы понимаете, это нам статистика, как нам считать данный показатель, направляет нам профильное министерство. Участники, которые участники. И те показатели 75-75% численности населения страны к 30-му году должны систематически заниматься физической культурой и спортом. Вы же понимаете, этот показатель нам сверху спустили. Мало что, мы над ним работаем. То есть, все мы над ним работаем. Образовали то, что... Эту статистику нам согласовывает Министерство спорта и агентство МОН. Но они думают, о чем говорят. Илья Борисович, ну, вот даже не... Сейчас же говорим не столько о цифрах. Ведь за каждой цифрой стоят люди, молодые люди города Назарова. Мы же сейчас спорим не о цифрах. Мы сейчас говорим о тенденции, которая видна из этой программы. А тенденция состоит в том, что мы охватываем в основном сейчас, вот мы анализируем реализацию программы, что в основном Назаровцев школьного возраста и практически не охватываем более 7 тысяч Назаровцев от 18 до 35. То есть, мы сейчас говорим об эффективности реализации этой программы. И говорим о том, что на это надо обратить внимание, учесть. И в связи с этим изменить календарь мероприятий, подходы, еще что-то. Вот о чем сейчас мы говорим. Я не знаю, кому говорится. Я тут руководителю молодежного центра. Не, принимается, принимается, конечно. Вопросов больше нет. Вопросов нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова